Я стесняюсь, Оля, скажи за меня. Да ты не стесняешься, что ты врешь-то, а? Стесняется она. Я очень стесняюсь. Она стесняется, вы поверили мне вообще? Оля меня заставила выйти в прямой эфир. Мы только приехали с работы. Потому что нужны факты. Я за факты. А то нехера гонять в состоянии. Говори правду, говори как есть. Я за факты материальной безвиденности. Понятно? Оля заставляет меня... Ты козер, и тебе нужны эти. Чтобы я вам рассказывала факты. И сегодня мне пришли миллионы. Не стесняйся, Оля. Не стесняйся. Ты козерогу. Козерогу все четко. У меня сразу включается, что люди завидовать будут. А, ну знаешь что? Чудо ты, милочка, непроработанная такая, на зависть. Кто там завидует, а? Короче, мы сегодня прорабатывали деньги на марафоне. Но я еще не отписалась в отчете. У меня марафон денег. Который мы начали 22 числа. У меня сегодня пришло 2 миллиона рублей. Я даже яблоком давлюсь. Даже не могу объяснить, откуда они пришли. Вот честно. Просто так случайно получилось, не случайно. Я не знаю, как я проработалась, но у меня сегодня на карточке, на двух, ну, двумя частями пришли 2 суммы. У меня, короче, какой-то шок. Я еще не отошла. Потому что 2 миллиона – это, ну, не маленькая сумма. Помните, мы сегодня в прямом эфире ехали, и Оля мне говорит, что... Мне сначала сказала, карту мою натальную читала, а потом вам в эфире говорит, что я беру, смотрю квартиру на Марсе, перетягиваю ее на то место Москвы, где я хочу ее поставить. Что-то шаманю, танцую, рисую, пою, пишу стихи. То есть танцую деньги. Вот прям реально танцуют, как мы на марафонах танцевали. Пою, кайфую. Просто беру, рисую деньги, рисую дом. У меня как раз... Сейчас покажу. Эфир такой нединамичный. Начала рисовать Москва сети, ну, и трансформировать. Видите, вот желтым пишу и... Ну, все, это еще Олег был тоже про деньги. Там дальше. Вот он пришел. Вот. И трансформации свои пишу. Рисую. И я уже, ну, знаю, что она у меня есть. И вот с Андромедой кусочек квартиры не хватает еще перетащить. Как я это делаю, хрен его знает. И вот сегодня еще Олег на проработку приехал. И мы тоже про деньги все разговаривали, весь день трансформировали. И просто сейчас у меня на карточках есть 2 миллиона рублей. А, я сейчас не покажу. Это надо скрин на телефоне сделать. Зайти в кабинет личный и показать 2 миллиона рублей, которые пришли ко мне. Вот. И я, короче, в шоке от того, что... Ну, блин. Короче, из ниоткуда. Я напела, натанцевала, на трансформировалась. И вот. Материальная действительность подтверждает. Ну, как и... Оля меня заставляет рассказывать факты. Вот. Но мне интересно было бы выйти в эфир и с пространства в Москва-Сити, когда я купила квартиру, показать, что вот, они мои. И показать эти документы. Вот тогда, наверное, было бы круто. Потому что, ну, 2 миллиона... Ну, короче, по сравнению с квартирой, это мало? А, переезжать собрались в Швейцарию. А, у нас еще кусок. Это вообще просто. Оля собирается переезжать в Швейцарию. А я хотела поехать в Церну. Мы собирались перед коронавирусом вылететь в Швейцарию на выходных, провести там курс. Потому что там много людей нас ждет в Швейцарии. Говорят, мы сейчас там организуемся, мы проведем курс. А, еще смотрите, что у меня. Какие бриллианты появились новые на ушах. Это вообще просто... Я, короче, каждый день какие-то подарки. Я не понимаю, как это вообще все происходит. И... Не, ну, понятно, Оля задним числом материализовалась, которые мне дарят каждый день бриллианты. Она говорит, бери любые. И как бы... Ну, тут умом понятно, но с деньгами еще пока непонятно. Я просто наблюдаю. Сейчас, ну, как прояснится эта сумма у меня, на самом деле, откуда они пришли. Потому что они просто перевелись. Я знаю, что я очень много прощала долгов на большие деньги. И кто мне вернул долги, я как бы даже еще не в курсе, я не выяснила. Но у меня сумма пришла на 2 миллиона. И как бы я не знаю, откуда. Ну, реально не знаю. Просто пришла, и все. Это Коля сказала, я потянула ее с Марса. Ну, я реально работала сегодня весь день с деньгами. Вчера с деньгами. Мы на марафоне работаем несколько дней. Так вот, я начала про Швейцарию говорить. Что я хотела сказать? У нас на марафоне... Сколько там человек? 23, да, вместе со мной и с Олей. Ну, 21 человек, получается. И Олеся... Да, получается, 20 человек. Олеся я не буду считать. Четыре человека из них познакомились в чате и узнали, что они живут в Швейцарии, в Лугана, в одной деревне. Ихние дома стоят вот так вот рядом. И один человек у другой девушки брал коробки, вот буквально в феврале для переезда. А другие там девушки как-то пересекались на улице, там гуляли, здоровались, здрасте-здрасте, как соседи. Короче, у меня четыре человека. Ну, это вообще как можно... Ну, случайно, не случайно, четыре человека с одной деревни, которые друг друга не знают, познакомились в моем чате и узнали, то, что они могут прямо сейчас выйти на лавочку, посидеть там, сенечки пощелкать. Прикиньте, в Швейцарии. И мы как раз с улицей пособирались, ну, сейчас откроют курс. У тебя там все так гриви. Сейчас откроют, и мы в Швейцарии столько к ним съездим. Очень прикольно все с этим. С деньгами непонятно, короче, они есть. Откуда они берутся, пока не разобралась с Андромедой. Вот, и сейчас у меня тут такой вопрос был. Ну, короче, пока все, да, наблюдаем за моей квартирой, как ее материализую. Как относишься к Карамовой? Я никак не отношусь, я ни разу не заходила к ней, я ее ни разу не слушала. Я не знаю вообще, кто это. И мне просто все время говорят Карамова, Карамова, Карамова. Ну, как бы, я знаю фамилию такую, ну, кто это и что это, я вообще не в курсе. Не могу знать вообще. Так. Очень-очень красиво. Что красиво? А, финты эти красивые или что? Так, из ниоткуда это как? Просто материализовались или кто-то перевел за что-то? Кто-то что-то перевел, за что, непонятно. И я не знаю. Вот. Просто не знаю. Интересен процесс, да? Вот мне вот этот процесс интересен. Откуда они берутся? Я танцую. Такая, сейчас натанцую на 3 тысячи рублей. Было у меня на курсе. И просто ребята получили в этот день по 3 тысячи рублей. Это как вообще? Ну, многие, кто потанцевал. Ну, где-то не 3 получила. Ну, я 300 тысяч получила. У меня там другая песня. Я сказала, я 300 получила, а вы там потанцуете на 3. Они потанцевали на 3. Я говорю, давайте на 30 тысяч. Потом, ну, как бы на следующий день. И народ стал танцевать деньги. Просто танцевать деньги. Заявили волю понаблюдать, как придут деньги от танца. И все. Нам на камеру дома, перед зеркалом. Можно натанцевать, напеть. Ну, это в моей карте так написано. Я всегда так делала. Но я не знала, что это, блин, звезды так говорят в натуре. Я думала, это все шаманские происки меня. Оказывается, у меня такие звезды. Что можно нарисовать их. Порисовать нейрографику. Ну, без правил, конечно же. Какие способы, Оль, еще можно? Нагулять можно, да? Нацеловаться можно. Наобнимать можно деньги. Нафантазировать. Нафантазировать. Прямое вообще это нарисовать. Рисовать, наверное, это самый такой способ, который с визуализацией вообще ближе всего будет. Вот там Нептун, да. И Нептун. Оля, как ты думаешь, вот кто визуализирует и делает? У меня для рабочей Нептун. И все, что я визуализирую, я рассказывала в эфирах, как. Оно работает просто настолько зачетно. И вот у нее тоже работает зачетно. Потому что там планета, она высшая планета. И она именно про это. Скажи мне, пожалуйста, вот кто визуализирует, делает там карты этих желаний, кто рисует деньги, танцует их, а у них звезд таких нету? У них это может вообще произойти? В каждый случай очень неконкретно. Если человек способен не привязываться, не привязываться еще раз, не привязываться. К чему? К звездам? Но они даже о них не знают. Нет, не к звездам. А к тому, что они хотят, ну вот они как бы танцевали и ждут. А вся фишка в том, чтобы... А, не ждать. Наслаждаться жизнью. То есть, если ты там визуализировала, она сделала себе это, все. Ты вообще забыла, что у тебя эта картука где-то лежит. Ну, то есть, она у тебя в этот... Она всплывает периодически перед глазами? Ты такая, ой, блин, прикольно. А, я показала серьги новые, да? Вот еще кольцо. Брюлик. А это кольцо, которое мне Оля вчера или позавчера подарила. Я не знаю, за что такая щедрость. Оля, почему ты такая щедрая? Самое интересное, что я написала себе, что я хочу пожить в доме. И так случилось, что мы решили с Олей поработать. И я переехала к ней с чемоданом домой на недельку. Может быть, на две. И живу в доме, блин. Мое желание реально случилось. У меня большой дом. У меня на втором этаже большая комната. У меня тут все условия. И вообще очень круто. И я даже Оле, этот, душ, который она там... У тебя тоже свет такой в конце. Это, бесячий был. Я его даже почистила, сделала. И, короче, даже душ теперь работает. Оля. А Оля писала мне, сегодня тоже ни с того ни с сего деньги прислали. О, видишь? А, я, она, ну, девочка тут в чате писала, Оля, что деньги прислали. Мы вообще-то все активно работаем над деньгами сейчас. А тем более это будет в пятницу, потому что у нас еще пятница на носу, она очная. И там теперь... А я не парюсь насчет денег, и они постоянно поэтому есть. Это как? Не понимаю. Так вот, как раз кто парится, вот и нет их. Внимание на недостатки денег порождает недостаток денег. Когда вы не паритесь и знаете, что у вас и так все есть, и все придет на ваше желание, это как-то сложится задним числом. Как эти звезды узнать? Ну, Ольга знает, как разложить по карте. Это пишите ей. Не пишите. Я не буду никого смотреть. А за день хотя бы? И за деньги не буду никого смотреть. Кто хочет, тот на курс идет, ну, я не знаю, ну, только групповая, вот такая работа, это интереснее, это круче, это качалово. Ну, вот сейчас, например, уже прокачиваем с субботы, да, эти деньги. Идут деньги, понятно, и у людей идут деньги, и, ну, это же очевидно. Что за звезды? Мы вообще про натальные карты чего вообще? Ну, это астрология, ку-ку. Астрология. Планеты, мы как часть планет, планеты как часть нас, все единое. Ну, мы же по-любому по-любому... Самое-то интересное, что планеты складываются из точки здесь, сейчас, мы не забываем это, когда вы идете к астрологу, медиуму, гадателю, дизайн человека или еще какая-то штука. Неважно, все привязывается к точке здесь, сейчас. Если вы просто себе, допустим, каким-то любым способом, там даже в картах нагадали, вы узнали просто на здесь и сейчас, еще раз повторю. И это все очень быстро меняется, если меняется ваше сознание. Например, у меня за месяц карта поменялась со звездами трижды. Я к тому, что планеты вообще не на тех местах, каких они были до этого, хотя они должны были так и быть. То есть вообще прогноз изменился, у меня был один. Сейчас прогноз изменился. Но я проживаю эти ситуации, допустим, там Марс зашел в какой-то дом, там вот в ближайшую неделю у тебя будет вот это, вот это, компенсаторная мера, чтобы там ты не развелась, тебе там нужно, допустим, или там в аварию, чтобы ты не попал. Ты либо попадешь, а можешь взять велосипед и специально стукнуться там об стенку, в какую-то заехать там в забор и все. И как бы планета получит то, что надо, и там аварий не будет. Значит, я к этому. Вы это проживаете, потом можете заново карту смотреть. То есть играйте осознанно в свои игры, там уже все, блин, картина меняется. Но привязываться, ходить гадалки по гадалкам, типа на всю жизнь, такого не может быть, если ваше сознание меняется постоянно, если вы работаете над собой. Те, кто не работает, то постоянно подтягивает свое прошлое. Тот, кто живет там задним числом всегда с оглядкой на завтра или с оглядкой на вчера. Вот, то вчерашний вот этот день, он просто повторяется. И, короче, день сурка, ничего не меняется. Но если вы будете жить здесь сейчас, то, конечно, у вас вообще все будет меняться. Так, короче, я вообще не собиралась в эфир заходить. Мы просто с Солей сейчас только что приехали, она меня заставила, говорит, выйди в эфир, расскажи факты, что у тебя пришли деньги. Вот, вышла, рассказала, но я еще пока сама вообще не могу вкурить, вообще ничего не понимаю, откуда они пришли, вообще что это за деньги. Вот, буду разбираться. Два миллиона рублей, блин, вообще непонятным способом. Откуда? И у меня, ну, получается, уменьшилась сумма, которая мне нужна на квартиру, на два миллиона, блин, ну, это круто, конечно. Если я дальше продолжу так же прорабатывать, я вообще не удивлюсь, если я уже смогу ее купить. А деньги я никогда не коплю. Во-первых, у меня не получается их копить, во-вторых, все, что мне приходит, я трачу на здесь сейчас, на свои желания, на свое развитие, там, какие-то, не знаю, там, вот сейчас маме там зубы делала, а там очень большая сумма вышла, прям космическая, на которую можно офигенную машину купить. Ну, всегда куда-то, короче, они деваются, вечно куда-то их трачу. Сейчас вот мы летали в Таиланд, и, блин, у нас около миллиона только вышла поездка на троих с мамой и с мужем, и вообще не понимаю, как можно так тратить деньги. В общем, все приходит на желание. И поэтому у меня в загашнике нет денег. И я квартиру начала трансформировать, создала вот этот курс «Деньги», чтобы себя прокачать и ощутиться, поиграв в новую игру в квартире в Москва-Сити. Вот мне просто хочется. Вот, просто квартиру мне не хочется, она мне нафиг не нужна, потому что она у меня в Москве есть с мужем, ну, как бы она не нужна. А Москва-Сити — это такая игра, просто прикиньте, там, на самом высоком этаже, там, каком-нибудь, 89-м или какие-то, 79-м, не знаю, какие-то этажи можно брать. И с видом, блин, на Москву. Это же просто круто и интересно, по крайней мере, мне. Так, красивый интерьер, да. Оля, она художница, и сама дома ремонт делала, дизайнер. Каждый кирпичик выкладывала, вот это все стекло, даже зеркало, сама резала, прикиньте, вообще просто, я не знаю, вот это у него мозг. Сама резала, сама выкладывала каждый кирпичик, вон, видите, стеночка. Она все это сама делала, красочка с кисточкой рисовала. А вот эта вот плитка на стенке, это вообще по 100 рублей куплено, знаете, такие туалетные пластиковые хрени, и она просто их прилепила, оформила там в рамку, ну, вписала в интерьер, покрасила, и получилось, что очень круто смотрится. Хотя вот эта вот плитка пластика, которая там, или по 80 рублей для туалета, для потолка дешевая. Ну, короче, она вообще сказала, что на дом, на ремонт потратила очень мало денег, ну, потому что, короче, она из фигни какой-то конфетку такую сделала. Блин, ну, человека просто в глазах красота. Видит мусор и делает из него кайф. Так. Заряжаюсь от вас позитивным и кайфом. Мне приснилось сегодня, что на карту упало полляма, было очень натурально, даже не поверилась, что сон. Татьяна, смотрите, нам деньги, блага, вообще всё-всё-всё-всё желание, всё, что вы вокруг видите, это ваше состояние, оно первично. Сначала было у вас состояние, вы это состояние, когда чувствуете, оно материализовано вовне. Почитайте пост, как раз вы себе дали сейчас то состояние, у вас запрос у души был этого состояния. Чтобы его почувствовать, чтобы его в себе найти, теперь наблюдайте вовне. Попробуйте воспроизводить это состояние, что у вас деньги упали на карту и офигевайте от того, как вам классно. То есть чувствуйте эти чувства здесь, сейчас и наблюдайте их внешнее проявление, этих чувств. Тогда вы увидите и вовне это. Мне вот нужно до полной картины, чтобы у меня сейчас появился дом. Это с Олей, наверное, с понедельника мы поедем в Москва-Сити и будем там по всем квартирам продажным ходить, чтобы ощутить вот эту атмосферу, энергетику, как я там себя чувствую, чтобы прочувствовать эти чувства, опять вспомнить их в себе, воспроизвести, и тогда уже можно наблюдать, как это вовне будет проявляться. Ну, прям интересно. Нелли, вдруг тебе подарят деньги? Ну, вот 2 миллиона мне уже подарили. Я не знаю, кто, чего и как прояснится позже. Мне кажется, поделившись фактами, ты приумножишь на квартиру, которую хочешь. Ну, я даже не думала. Но Оля меня заставила, наверное, не просто так. Ну, я через Олю себя, наверное, заставила. Не знаю, может быть, кстати, классная идея. Прикольно, что почти никогда в эфир ты не собираешься. Я вообще никогда не собираюсь, ну так, спонтанно. Нелли, вы сегодня с Олей мне приснились и ругали меня, что я столько с вами и ничего не понимаю. Олесечка, а что ты не понимаешь? Пиши. Как найти свой талант, свое предназначение? Почитай у меня пост предназначения. Вот прям вот возьми после эфира, зайди и прочитай. Я там прям так написала его офигенно. И ты поймешь. Пускай тебя кто-нибудь его переведет, если ты не поймешь. Обсудите его с подружками. Ну, я прям настолько четко объяснила там. Думаю, будет понятно. Пост здесь, в Инстаграме. Ой, я тебя люблю почти каждый день. Я вообще вас люблю и каждый день еще получаю, знаете, такие сообщения. Я угораю. Мне в чате пишут все время, в личку пишут. То, что, Нелли, я тебя так ненавидела. Ты такая стерва. Ты такая, да? Вот. Но что-то меня держало. Я удалялась, смотрела. Потом опять удалялась. Потом опять смотрела. Я сегодня даже два этих сообщения с такими отзывами выложила в этот сториз. Поржала. Но сейчас тебя так люблю, так люблю. Это о чем говорит? О том, что время идет, да? Вы себя начинаете принимать. Вы начинаете принимать все, что в себе давно отрицали. Все, что вы видите в других людях. Естественно, это ваши чувства. Потихонечку, потихонечку вы начинаете себя любить. Долюбливать те стороны, неопознанные свои, недолюбленные. И вам кажется, что другие люди изменились. Но ни черта, никто не меняется. Каждый просто начинает раскрываться. И вы раскрылись. Вы начинаете обнажать свои чувства, свою любовь. Начинаете видеть то, что в себе не замечали. Как-то оправдываете. И все, что там вам казалось глупостью, сейчас кажется, это, блин, легкость, детскость, это яркость, это счастье, это радость, это наполненность. А злые люди, они, блин, они злость видят же во всем. Им подарок дарят, а они думают, что их там унизить хотят. Или им говорят, какая ты красивая. Да что ты мне говоришь, какой я некрасивый. Такую злость прям испытывают. Вот здесь же есть такие люди. Я такой была когда-то. Когда мне говорили комплименты, я говорю, «Ты что ты мне гонишь? Какая там симпатичная особа. Ты что там вообще у меня там? Фу, все, фу!» Вот, такое непринятие шло. И мне казалось, люди мне там льстят, они от души горят. Но это же я такая. Вот. И мне очень нравится, как все меняются. И каждый день я получаю такие сообщения, то, что, блин, мне это не нравилось, это не нравилось, это не нравилось. А теперь так нравится, так нравится. Блин, ну это круто на самом деле видеть в себе вот эти вот изменения. Ну и естественно, я через других людей себе транслирую, что я еще больше расширяюсь, еще больше начинаю себя любить. То есть энергии во мне прибавляются. Ну это круто. Блин, вообще состояние классное. Так, что значит, если мои мечты сбываются у других? Так, что значит, если мои мечты сбываются у других? Что это для меня? Татьяна, это значит, это уже на подступах. Надо не завидовать им. А это, блин, ключ к тому, что, блин, вот, это уже рядом, это уже я вижу. Сейчас это подходит ко мне, мне еще нужно побольше понаблюдать за собой. Мне еще глубже надо в себя пойти. Я уже вижу, это на подступах. Вот, это уже идет ко мне. Это уже шаг там посередине дороги к почтальону, который вышел вам уже в подарки эти все ваши желания отдавать. То есть вы уже этого почтальона видите? Он до вас еще не дошел? Вот, вы уже видите, он уже рукой вам машет, просто понимаете. Сейчас осталось только вот дойти до него, но вы уже видите этого почтальона, который вышел вам желание отдавать. Так, поэтому зависть, она уже автоматически перестает быть завистью, она становится, блин, почтальон. Я искренне рада из-за другого человека, понимая, что это вам знак, вы себе этого Микки Мауса с его желанием материализовали, эту киношку, которая здесь внутри. Это же ваши чувства материализуют все, что вовне. Вы это уже начинаете видеть, эту киношку, и сейчас вы будете ее и проживать. Главное, ну, не уходить от своих импульсов. Импульс — это желание, которое здесь и сейчас. Не желание завтрашнего дня, так вас никакой почтальон не найдет, если вас нету там где-то, а импульсы, когда, что я вот сейчас хочу, что я сейчас чувствую, куда мне хочется пойти, что мне сейчас хочется делать. Когда вы сейчас понимаете на сегодня свое желание, это ваш импульс. У вас сегодня желание пойти в кино, а вы такие, не, уберусь-ка я. Все, вы импульс свой пропустили, почтальон такой, э-э-э, его сбивает машина, или там, я не знаю, пересели на другой поезд и уехали мимо. То есть слушайте ваши желания здесь, сейчас. Какие чувства вас вызывает то или другое. Когда вы стоите перед выбором, вам не надо ничего выбирать, вы просто наблюдаете, находите либо новое третье, либо используйте обе возможности сразу. Делайте какие-то комбо, кульбиты, так, чтобы там одновременно и там, и там быть. Как это сделать? Подумайте, порассуждайте. Или почувствуйте вам легко. Если вы туда пойдете, вот какое у вас состояние, представьте, проживите его. Если вы в другое место пойдете, представьте, проживите. Где вам легче, где кайфове, туда идите. То есть куда вас сердце назовет. Но вот эти шаблоны, конечно, страхи, то, что, блин, а я туда пойду, а там что-то не так, а там люди не подумают, а тут мне наорут, что я не убралась. Все, короче, вы себя с пути сбиваете. То есть нужно сегодня слушать, сегодня, здесь, сейчас, и так все время, себя, свои чувства. Так, реально ли с силой мысли убрать лишние волосы? Силой мысли не убрала, лазеркой да. Поэтому, что-то как-то даже не могу сказать. Я в тебя влюбилась сразу и смотрю, у тебя уже год. Татьяна, спасибо. Или, а, Танюшка. Так, и на этих словах у нас салют. Класс. Плакала, послушала тебя, и на душе тепло, и солнечно стало. Классно, классно. У меня тоже такое состояние. Прямо сейчас заплачу. Два миллиона пришло, и только сейчас до меня доходит. Блин, вообще. Откуда? Я вообще не понимаю. Просто вот прорабатываем, прорабатываем, прорабатываем. Я, короче, не понимаю. Еще Оля подарила мне серьги, опять с бриллиантами. Блин, еще одно кольцо, уже третье. Я вообще просто реально в шоке. Вот это я, ну, на проработках засела. Вообще. Ну, я даже, блин, ни слов нет. Я вот такие чувства, прям волна гуляет. Гуляет внутри. Так. Как можно расшириться и находить новое третье из двух крайностей? Ну, вот смотрите, вы решили там, допустим, вам убираться, либо идти в кино. И вы, почувствовав себя, что если я буду убираться, как я себя буду чувствовать? Вот я сто процентов выбрала уборку, потому что, блин, когда я убираюсь, то у меня мозги чистятся, я настолько кайфую. Включаю музыку, я танцую. У меня прям даже вообще просто потом подарки летят в меня. Я обожаю убираться. Это моё. У меня даже эти звёзды лежат на то, что деньги, мусор в одной квадратуре, и я вообще без мусора жить не могу. Мне его надо разложить, по полочкам. У меня это зажигает. Солнце моё, ну, планета, да, она зажигается от того, когда я там с мусором работаю, убираюсь. Мне, походу, надо мусороперерабатывающий завод делать сегодня. У меня идея такая пришла создавать в каком-то городе, я не знаю, везде, короче, ставить эти заводы, где разрешат. А есть второй выбор в киношку. Ну, если так подумать, мне не особо интересно туда идти. Просто прочувствовать, либо как совместить уборку и киношку вместе. Может быть, по импульсу вы как электробенник успеете и туда, и туда. либо если вы не чувствуете посыла вот этого внутреннего состояния, что вы не убираться, не хотите ни в киношку, находите новое третье. Новый вариант, что бы вам хотелось. Спросите себя, что я по-настоящему сейчас хочу. Может быть, я вообще хочу просто взять и на Сигвей покататься, а Сигвей есть у соседа. О, а не пойти ли мне к соседу? Такие приходите к соседу, сосед такой, нафига тебе Сигвей, у меня вообще Порш, поехали, короче, по Москве кататься. А ты такой свободный, красивый. И, короче, у вас там ресторан и киношка, и потом говорит, а что ты тут живешь, тут вообще, давай я тебе дом подарю. Ну, это я сейчас утрирую, конечно, но смысл такой, что когда вы идете по импульсу, все ваши желания сразу, блин, вы к ним идете, это маячки ваши. А когда вы начинаете уходить куда-то в сторону, вилять вот так, вас просто нет в это время. Вы где-то в думках, в страхах. Зачем тянуть прошлое, вот это вот думать о нем, оно уже прошло, его нету, нету, вообще нет, не надо исправлять прошлое, не надо о нем жалеть, оно ушло, его уже нет. Что вообще туда лезть? У вас есть сейчас, настоящее, вы когда-нибудь были в настоящее? Вы когда-нибудь проживали? Вот мы сейчас третий день проживаем и записываем все время, вот третий день в чате, там прям задание открываю, которое у нас там на марафоне, что я сейчас себя, там, что я сейчас хочу, что я чувствую, и вот пишем весь день, записываем каждую минуту, вот прям чувствуем в теле, это почувствовать нужно, там, какие-то мурашки, какая-то радость, может быть злость, и вообще неважно, даже если вы злость чувствуете, вы любите себя в этот момент, если вы ее чувствуете и понимаете, что вы ее чувствуете, вы ее осознанно чувствуете, она у вас есть, как только внимание на себя, это любовь к себе, а любовь к себе, соответственно, творит все, из любви сделано все, хотите любые желания, дайте себе любовь, а любовь это внимание, внимание вы можете дать себе, когда вы сейчас здесь находитесь, сейчас, чувствуете, сейчас в вас что-то происходит, неважно что, плохое, хорошее, наделили вы это каким-то хренью какой-то, либо это супер радость, неважно, вы просто ощущаете себя, обращаете на себя внимание, ощущаете злость, такие, блин, я сейчас такая злая, я такая злая, ой, я вижу в себе такую злость, я такая злая, вам смешно становится, вы уже не злой, вы радостный, блин, ну выплеснуть что-то хочется, как же это выплеснуть, а не порать мне в караоке, пойти там в лесу порать, на улице выйти, а может быть еще что-то сделать, то есть, когда вы находитесь здесь у себя, сразу почтальончик к вам приходит, отдает вам все ваши желания, которые вы хотите, но это только нужно находиться в точке здесь и сейчас, из этой точки творится будущее, прошлое, все варианты событий, вы можете в этой точке, осознанно находясь, выбирать любой вариант событий, какой вы хотите, идти туда или туда, придумывать новое третье, новое четвертое, да пофиг, у вас есть точка, и вы из нее творите ваши воспоминания, и в ней находясь, вы можете, блин, и перемещаться, куда хотите ваше желание, на любые уровни, но это состояние, это состояние вы должны в себе все время открывать, а чтобы его открыть, вам нужно, блин, повернуть свои глаза туда-обратно, вовнутрь тела, и понять вообще, что у меня происходит в теле, вот, я в этом состоянии три дня, и мне приходит два миллиона, приходят вторые серьги, третье кольцо, я вообще не понимаю, это вот вообще, я живу в шикарном доме, и у меня каждый день есть водитель, который возит меня на Порше, блин, у меня все желание сбыли, все вообще в шоке, может, мне и квартира нафиг мне нужна, все так вообще прекрасно, вот, я у себя есть, потому что я все время нахожусь и возвращаю себя здесь сейчас, даже когда я упаду, больно ударюсь, там, ногой, вон, вчера об стол, так ударилась, это было так круто, когда я ударилась, я такая, блин, я опять ушла куда-то из себя, я таким образом себя возвращаю, любая боль меня возвращает в себя, вглубь, понимаете, боль это хорошо, ничего плохого в ней нет, и злость это тоже хорошо, она тоже вас возвращает в себя, но если вы осознанно, на это обратите внимание, естественно, злость сразу трансформируется в какую-то штуку классную, но только когда вы возвращаетесь, так, блин, не могу и вести эфир, как будто лук рядом лежит, не хочется плакать, я не понимаю, почему, может быть, от радости, может быть, еще от чего-то, я не понимаю, какая-то фигня, так, сейчас я почитаю сообщение, что делать, если нет веры в себя, да ничего не делать, наблюдайте, наблюдайте, что вы сейчас чувствуете, будьте здесь сейчас, все, отключите вообще мысли, есть вера, нет веры, какая разница, вы просто за собой наблюдаете и кайфуйте от того, что вы есть, вы когда будете за собой наблюдать материальную действительность, она тут же вам покажет все, потому что, когда вы у себя, ну, вы отсутствуете у себя, вы себя не чувствуете, у вас нет внимания на себе, вы вечно в каких-то людях, всем хотите помочь, кому-то должны, что-то должны сделать, вечно где-то там находитесь, не в себе, у вас эти чувства в себе в данный момент, естественно, она отсутствует, у вас там пустота внутри, естественно, эта проекция вовне, пустота и лишение вовне себя всего, и вы вечно какие-то должники всем, а долг же это к себе, внимание к себе, понимаете, как только есть внимание к себе, вы изобильны, вы есть, это достаточная причина вообще себя любить и обращать на себя внимание, просто потому что я есть, вы изобильны, и вот это вот внутреннее состояние, она материализуется сразу вовне, таким же состоянием вовне, как вы внутри себя чувствуете, понимаете, вы пусты, пустота вовне, ничего нету, блин, я бедный, несчастный, без денег, без работы, без любви, без нихера, у меня собака ещё умирает, живот болит, вчера с мальчиком работали, сидеть дома, всё плохо, тра-та-та, работы нет, того нету, есть хобби, лень, короче, у собаки живот заболел, понимаете, а живот, она не может принять те ресурсы, которые есть, и использовать их для себя, выработать эту энергию, потому что живот болит, не переваривание еды, там всасывается кишечник, первые волоски вот эти всасывают микро-макроэлементы для того, чтобы произошла биохимическая реакция, выделилась энергия, то есть, понимаете, желудок не может взять ресурс, переработать его в энергию, а это говорит о том, что мальчик просто не может взять ресурсы, которые у него есть, безграничные ресурсы, это чувства, и переварить их, чтобы, блин, у него была эта бесконечная энергия, интереса нет у себя познавать, интереса нету вот смотреть на себя, чувствовать, вообще нету интереса, есть интерес быть в долгах, в пустоте, в какой-то хрени непонятной. Ещё раз говорю, ребят, чувства не хватает внутри вот этого, любого чувства не хватает, каждое чувство, вот оно материализуется, у вас внутри пустота, вас нету, вы не в себе, вы где-то там, вы в будущем, в прошлом, вечно в каких-то страхах, мыслях завтрашнего дня, вас нету, у вас пустота, естественно, вовне у вас эти долги, постоянные долги, безденежные и антиизобилие, просто антиизобилие, но когда у вас внутри изобилия этих чувств, вы их видите, вы их чувствуете, вы на них обратили внимание, то есть на себя, вы себя любите, и вот эта изобилие, она вовне сразу вам это всё показывает. Я на собственном примере пытаюсь это показать уже не знаю, сколько времени, вот начала этот марафон, говорю, блин, три дня, я в себе, у меня два миллиона просто упали на карты, я не понимаю, откуда. Я, конечно, хотела квартиру, но у нас ещё марафон не закончился, а для квартиры мне ещё хочется почувствовать тех чувств, которые стоят за квартирой, на самом деле же не квартиру, а Москва-Сити хочу, я хочу те чувства, которые стоят за ней, я хочу там офигенный вид на Москву, там, как мне их дать? Да просто поехать туда же, в эту квартиру, в Москва-Сити, просто поехать, посмотреть её хотя бы, и дать себе эти чувства и почувствовать, когда они уже есть внутри, как следствие в материальном мире, уже будет такая проекция, что я это получу вовне, понимаете? Ой, что-то мне кажется, я по сто раз одно и то же повторила, и мне кажется, вообще дурка какая-то. Так, Яндекс Директом уже не занимаетесь, два года уже нет, даже уже третий год не занимаюсь. До этого занималась Кристина моя, я уже на неё это очень давно бросила, но потом летом этим вообще ИП закрыли. Так, к тебе пришли деньги, значит, нам тоже скоро придут, ты наш почтальон, Фортуна пишет. Нет, не я ваш почтальон, вы сами себе почтальоны, вы сами себя не можете найти. Мир – это зеркало, ваше отражение – это вы там же, вовне, то есть вы внутри, вы и снаружи, вы должны сконнектиться, то есть вы непроявленное и проявленное одновременно. То, что вы непроявленное внутри почувствуете, оно проявится, и это вы, почтальон, сами себе несёте. Но сконнектиться вы сами с собой не можете, вашу целостность вот этого проявленного, непроявленного получить, вы не можете сконнектиться, понимаете? Вы видите и проявляетесь от недостатка, и проявляете этот недостаток. У вас недостаток внутри, вы вечно чего-то хотите. Любое желание, оно от недостатка, понимаете? Вам не достаёт чего-то, а недостаток порождает недостаток, проекция вовне, отражает вам это. Ой, что-то я аж прям закашлялась. К тебе пришли деньги, да. Я чувствую желание проявляться и двигаться, но не могу разобраться, что это за импульс, что мне конкретно интересно, также несколько дней после твоих видео. Мария, да запи тогда уже, просто лежи, наслаждайся потоком чувств, записывай хотя бы два дня за собой, что ты чувствуешь. Сейчас вот ты радость, печалька, у тебя грусть, я не знаю, что делать. Но при этом, что ты чувствуешь? Просто хотя бы записывай, хотя бы просто побудь в себе пару дней, без желаний куда-то идти, что-то делать, просто в себе. Хотя бы отлови, как у тебя чувствует рука, нога, глаз, как он хорошо видит, плохо видит, как ухо слышит, какие звуки. Да вы когда в течение дня попытаетесь слушать звуки, вы офигеете, сколько звуков вы не слушаете. Вам такой спектр звуков откроется, это невероятно. Когда вы просто будете концентрироваться один день на зрении и будете смотреть, просто смотреть, не думаю, вообще пофиг, что делать. Вы просто смотрите, вы столько всего увидите, то, что дома не замечали. Вы просто даже не представляете. А если вы еще на улицу выйдете или в окно посмотрите, казалось бы, 20 лет живу, в одно окно смотрю. Но если вы начнете смотреть долго и наблюдать, вы столько всего нового увидите, того, чего никогда не видели до этого. Вот я вам уверяю, сделайте такие эксперименты. Вы просто не наблюдаете. Когда вы начнете наблюдать за собой, вы в себе столько найдете. Вы даже не представляете, какой выкладесь изобилия всего, любых способностей, чувств, талантов, всего. Вы просто за собой не наблюдаете. Ну реально не наблюдаете. А, кстати, еще фишку сегодня хотела рассказать. Она не в тему всего этого. Потому что мне уже надоело про чувства говорить на самом деле. Буду в пятницу про них говорить. Мы будем чувствовать закрытыми глазами, валяться, дышать и входить в состояние вообще, не знаю, Оля там что-то еще готовит. Своё, я своё. Я даже не знаю, что. Она никогда не говорит. У нас совместные курсы, да? Она никогда не говорит, что она будет говорить и что она будет делать. И я никогда не говорю. И мы начинаем вести. Она вставляет своё, я своё. И так прикольно получается. Вот уже сколько у нас встреч было? Три, да? Три или четыре? Три. А, вот что я хотела сказать. Сегодня приехал мужчина прорабатывать. Не знала, что он будет прорабатывать. Он просто приехал на работу. Индивидуальную. Я его посадила и такая говорю, Оль, давай сделаем так. Я хочу отработать свой навык считывания информации из человека. Ну, потому что я сейчас занялась вплотную изучение. Мне это очень интересно. Считывание информации я хочу считывать. Короче, ну не только с людей, там с событий, еще с чего-то, с будущего, пофиг с прошлого. Мне вот интересно. Я занялась изучать такую штуку. Смотрю видео, читаю книжки и говорю, сейчас хочу сочетать информацию с этого мужчины. Я все запишу. Он пускай там не кивает или не кивает. А потом ты посмотришь его натальную карту и какие там планеты, чего ты про него расскажешь. Что вы думаете? Сели мы за стол. Где-то минут за 30 я написала все, что я почувствовала, все, что я считала на листочек. Он говорит, это мои программы. Я ему объяснила, как ему в бизнесе быть, что делать с деньгами, куда идти, как с друзьями, где его затыки, как он эти затыки может использовать, компенсаторную меру использовать. Допустим, его вечная экономия, жалость, денег, вечно себе утягивать пояс и так далее. Я ему говорю, как с этим жить, как использовать этот кладезь инструментов. Мы подходим к Коле, а он кивал, ничего про себя не рассказывал практически. Ну так, просто, ну да, подтверждал. И она слово в слово, как я записала, сверху донизу читает карту. Я вообще офигела. У меня сегодня просто взрыв мозга был. А после этого мне пришли 2 миллиона рублей. Вот. И как бы это, ну, это ненормально просто. Ну и меня сила эта немножко даже пугает, потому что я еще ее, блин, не понимаю. Ну мне нравится, мне прикольно, мне интересно, что там будет дальше. И я вообще в шоке. Вообще реально в шоке. Просто она начала говорить как раз жадности с экономией. У меня первые программы были выписаны, жадность экономия. А на другом листочке в перевернутом я написала его компенсаторные меры, да, то, что ему нужно делать, куда идти, там мутки мутить, придумать завиральные идеи такие, короче, забить на работу, там все экономить на работе, нигде не экономить, потому что ему нельзя экономить, вообще нельзя. Но у него есть планеты в каких-то там домах, которые говорят ему, что ты не можешь не экономить. Поэтому на работе в кризисе идеальная экономия, идеально создавать понарошку кризисы такие, чтобы на работе была полная жопа, но деньги будут приходить равно с других источников, куда там ему сливать. И Оля тоже самое рассказывает, у меня был шок. Короче, работает. Можно считывать информацию. Люди, учитесь, смотрите видяшки по телепатии. Блин, вообще классная вещь. Ну, мне, по крайней мере, вообще вкатило. Так. Всегда умилительно облюдаю твою высоковибрационную активность. У меня даже иногда это слова даже не выговариваются. Благодарю за эфир, он как вдох и выдох. Благодарю, благодарю. А вы что делали? Серьги кольцов? А вы что делали? Оля мне просто дарит каждый день бриллианты. Я просто прихожу, говорю, я хочу. Она такая, бери. Вот сегодня у меня еще одни бриллианты. До этого были такие большие. Эти бриллианты. Кругляшки, шарики. Вот такой бриллиант она мне подарила. И вчера, позавчера вот такой. А до этого такой зеленый камень. А еще она мне вот это подарила, подвеску с жемчужиной. И потом еще подарила вот такую цепочку. Сказала, еще парочку таких подарит, потому что я хочу много маленьких. Подарила еще толстую серебряную цепочку и стрекозу. Но стрекозу что-то я ни разу не одевала. Короче, я вся какая-то. А, я еще и говорю, я хочу вот как мое кольцо хвастаюсь. Кстати, это моя тема. У меня планеты так старше, мне нужно побольше хвастаться. И тогда, ну, всех заражаю этим позитивом и энергией. Так что поэтому, короче, мне можно. Вот, кольцо. И я говорю, я хочу такую же подвеску. Короче, она мне будет делать. Вот, не знаю, сколько это, конечно, будет стоить. Ну, наверное, не в денежном эквиваленте. Ну, в общем, посмотрим. Так. Наконец-то ты такая долгожданная. Ты столько любви даешь людям, что тебе хочется дать еще больше. Спасибо. А как быть с вампиризмом? С одним человеком хорошо, с другим упадок сил. Вы себе... Это ваши чувства, да. Один человек в вас вызывает одни чувства, другой человек в вас вызывает другие чувства. Но оба человека – это нейтральные персонажи. Нейтральные. Просто мы с разными людьми вызываем, ну, смотрим на себя. Мы для этого и создали 7 миллиардов людей, чтобы на каждого посмотреть. И каждый будет вызывать в нас те чувства, которые мы в себе не видим, не замечаем. Вот. Мы не можем всю полноту бесконечных чувств увидеть в одном человеке. Ну, это же нереально, да. И мы создаем себе кучу людей, и каждый нам что-то наше показывает. Вот. Люди – это нейтральные. Это не вампир. Один человек, с которым вам плохо, он показывает то ваше подавленное, то, что вы не хотите упорно в себе увидеть. Просто обратите внимание, что же он вам транслирует, потому что, ну, нейтральные – это персонажи. Оба вам показывают ваши чувства. С одним – хорошо, да, он вызывает классненькое, а другой показывает ваше подавленное, непроявленное, то, что нужно долюбить, понять вообще, что он вам транслирует, ну, о чем там речь. Угнетает вас, где-то вы себя угнетаете. То есть вы с людьми, когда коммуницируете, вы показываете просто сами себе, через каждого человека что-то, да, что в данный момент вам надо. А если вы живете еще и здесь, сейчас, то в данный момент вы не можете одновременно, да, общаться с двумя, ну, скорее всего, вот этими людьми, которые с одним плохо, с другим хорошо. Возможно, вы по-разному, да, общаетесь. В какой-то момент, в данный момент, у вас такое чувство, которое вам человек показывает, вам нужно его вот здесь сейчас увидеть. А в другой момент здесь сейчас вам нужно увидеть другие чувства. То есть каждый все равно приходит вовремя, тогда, когда надо. И все хорошо. Короче, наблюдайте за собой. Запиши эфир, Мила, да. Попробую. Так, как разбудить внутреннего творца? Никак не проявляюсь. Да вы уже проявлены. Вы уже у себя есть. Я с самого начала начала говорить в эфире о том, что вы у себя есть. И просто начав себя чувствовать, начав наблюдать за собой, вы уже проявились. И вот ваш творец, вот он простулся, когда вы просыпаетесь и видите себя осознанно. Вот, вот все. Больше для этого ничего не нужно. Все настолько просто, что люди решили, что это не так. И мы себе усложняем. И чем сложнее, тем, наверное, правдивее. Нифига подобного. Люди, все гениально, оно настолько легко и просто, что вот оно на поверхности. Есть такие гениальные мысли, что чтобы дальше всего, чтобы запрятать, вот реально классно запрятать, нужно положить на самое видное место. И вот самое видное место, вот вы и есть, и все вокруг вас показывает. А вы, блин, себя не видите, вы себя вечно где-то ищите, ищите свое предназначение, творца, женщину, ребенка. Оно вот есть. Просто становитесь, обратите на себя внимание. Все. Все. Больше ничего. Но это так трудно, блин. Мы все время уплываем куда-то. Я уже придумала себя бить. Ударяюсь в стол, бью руки, ноги вечно в синяках, хожу, чтобы себя хоть как-то возвращать здесь сейчас и начинать, ну, начинать чувствовать вообще. Потому что мы просто забываем о себе. Все время где-то думаем, что другие люди, это другие люди. И все, им надо помочь. А себе хоть раз помогли? Советы себе хоть раз дали? С собой поговорили? Да и фиг там. Конечно. Знаете, как мы любим советы раздавать? Боже мой. Я вот сейчас с вами разговариваю, на самом деле я с собой разговариваю. Я на себя в зеркало смотрю, это моя собственная рефлексия. Я от этого вообще мне кайф получаю. Вот. Если мои части меня дальше получают, блин, я расширяюсь, это тоже круто. Ой, какой эфирм... Так, а какой марафон опять у тебя? Да посмотри, у меня с 21 по 25, а сейчас с 22 по 27 он стал. Марафон, деньги. Креэшн, деньги. Вот я выставляла, посмотрите, в постах было. У меня есть канал Телеграм. Заходите на наш канал Телеграм с Олесей и Солей. Теперь и с Олей. Класс. Ссылка в шапке профиля на менюшку, и там анонсы каждый день какие-то чего-то. Ну, может, не каждый день, может, там, два раза в неделю, может, три, бывает и каждый день. Анонсы всегда всех ближайших мероприятий. Так, тема прочувствования супер. Спасибо. Если не секрет, что за 2 миллиона пришло? Отправитель же указывается. Нету отправителя, я не могу, ну, как бы банки не указывают отправителя. Есть последние цифры счета, которые я, блин, не знаю. Здравствуйте, Нелли, здравствуйте. Ты охренительная, восхитительная. Спасибо. Вот ты можешь веру вселять. Спасибо. На самом деле, я не вселяю веру. Я не хочу, чтобы вы мне верили. Я хочу, чтобы вы это попробовали, просто, чтобы у вас возбудился интерес. А интерес – это импульс. Это и есть импульс, который дает вам всю энергию. Интерес у вас должен проснуться, себя познать, любовь познать, дом материализовать, блин, не знаю, кайфовать, радоваться. У вас должен быть интерес к этому. Если есть интерес, это та сила, импульс, которая кинула шарик, да? Ну, вы себя пнули, и вы, как по накатанной, по инерции, уже не приклады никаких сил, просто катитесь и наблюдаете, и кайфуете, пока вы опять не встретились перед каким-то препятствием, страхом, блоком, там, типа, ой, туда нельзя, это неправильно. Ну, и вы останавливаетесь, и вам опять нужно искать какой-то интерес, импульс, себя толкнуть, чтобы опять без всяких усилий катиться, наблюдать и кайфовать. Ну, вот, я хочу, чтобы вы просто попробовали, то есть, как бы верить мне или не верить, нафиг надо. Просто берете, пробуйте. Я вообще советую вам никогда никому не верить, верьте себе, и просто пробуйте, вот просто пробуйте реально. Так, телефон мне надоело держать, как бы его поставить, и у меня, скорее всего, скоро эфир закончится, не знаю, когда начался, дочитаю, что там есть. После твоего эфира по поводу сущностей, которых я поотпускала, на следующий день я лишилась работы, что будет дальше интересных. Браво, классно, материальная действительность подтверждает, и это хорошо. Дело в том, что почтальон вышел, да, вы пожелали, почтальон вышел, вы идете по импульсу, как-то у вас все получается, все классно, да, вы можете потерять работу, и вам прилетят 10 работ с зарплатами в 100 раз больше, или бизнес, или какие-то мутки, или вы вообще получите какие-то предложения, то есть наблюдайте, ничего, нету плохого, ничего нету хорошего, оно просто есть, и какие бы события вы с вами не случались, знайте, что по-другому быть не могло, вот просто не могло, оно только так. И если вы тут сольетесь, остановитесь, будет, ну, блин, фигово вообще, на самом деле. Но если вы знаете, что это, ну, для чего-то нужно, почему-то это хорошо, блин, это просто та дорожка, которая ведет вот к вашим желаниям. Да, вот они, самый быстрый путь, возможно, вот через вот такую хрень, но это не хрень, это нормально. Покайфуйте сейчас, все кайфуют, коронавирус кто-то создал для того, чтобы побыть дома, побыть с семьей, с лошадьми, с собаками, с кошками, с крысами, там, не знаю, с шиншиллами, побыть в себе, посмотреть фильмы, отдохнуть, наконец-то. А кто-то вот лишился работы, потому что коронавирус что-то на вас не подействовал, да, вы решили пойти в себя через отдых вот таким путем. Это тоже хорошо. Так, у меня цветут три орхидеи, женское счастье. Классно. Как повысить вибрации? Что делать? Так, пересмотрите потом прямой эфир, и все. Тебя можно приятно слушать, слышать. Классно. Разрешила себе брюлики. Слушайте, да, я раньше считала то, что это, вот я Оле сегодня говорила, она поверить не может, что бриллианты, там, вот это вот все золото, это навешивание, это же вообще прятаться от себя, то есть, внутри ценности нет, мы компенсируем внешними ценностями свою неценность, неполноценность, но это так все и делают, да. У меня был период, когда я так делала. Я избавилась от всей этой мишуры, и сейчас уже брюлики липнут на меня уже из другого чувства, не из чувства добавить себе ценности, да, а из чувства, потому что, блин, из обильности, то есть, это уже, ну, как бы ступенька дальше, 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 и я это прям чувствую, блин, это как будто на самом деле, когда ты не живешь с человеком, не из чувства долга, а из любви, когда ты обвешиваешься брюликами, потому что они сыпятся на тебя, да, как отражение твоего внутреннего сияния, бриллианта твоего внутри, вот, они из чувства неполноценности, и ты хочешь навесить, чувствуешь себя некомфортно, да, еще и одеваешь это все на себя, там, надо шмотки получше, выглядеть получше, чтобы там мне сказали, какая ты классная, вот, то есть, у меня этого чувства сейчас нету, нарядиться и сказать, вернее, не сказать, а послушать, да, чтобы мне говорили, какая классная там, вся такая модная, прикольная, у меня вот этого чувства уже нету, раньше было, давно ушло уже это чувство, сейчас у меня другое чувство, что это уже отражение меня пошло, то есть, понимаете, да, в обратную сторону, то есть, раньше я компенсировала внешним, внутреннее свое, а сейчас мое внутреннее отдает, вот, отдает, переизбыток, льется, то есть, когда вы внимание себе много даете, вот, как в начале эфира я говорила вам, мир вам отразит этого внимания со всех сторон, просто мужики вас обвесят, кто там свободный, любовью просто залюбят вас, ну, это будет отражение, когда ваша любовь внутри будет, когда вы на себя обратите внимание, залюбите себя до такой степени, что она через край будет литься, и это будет отражаться вовне, и вас залюбят вовне, залюбят так, что еще будете бегать, типа, блин, опять пятая ламбарджинь, сколько можно там, блин, куда эти дома девать, я уже не знаю, куда эти деньги девать, ну, пойдете созидать, пойдете леса выращивать, красоту наводить, эти мусороперерабатывающие заводы ставить, там открывать какие-то классные школы, там какие-то секции, делать классный уют везде, то есть сейчас человечество просто перескакивает уже на другой уровень, когда наше сознание начинает, блин, настолько развиваться, мы начинаем себя познавать, я вообще не знаю, это такой левел, я вот вспоминаю, прикиньте, 90-е годы, это же вообще такая зашоренность у людей, а сейчас люди, ну, блин, класс, я, короче, кайфую просто, я даже не знаю, что сказать на этот счет еще, мне столько мыслей, мне кажется, что я вам их уже ментально вот так вот передаю, я не знаю, что я говорю, я часто пересматриваю свои эфиры, и потом такая, блин, нифига себе я говорю, после эфира ничего не помню, и потом такая, бац, пересматриваю, записываю, конспектирую, ой, ничего, себя классно сказала, ну, честно, вот, возможно, возможно, в эфирах я считываю информацию с толпы, которые меня смотрят, я еще пока не разобралась с этой телепатией, но я, блин, подхожу к этому, так, я думала тоже вампиризма, а потом поняла, что я просто жертву не могу свои границы показать, да, давай, показывай, но, опять же, границы надо раздвигать, да, до тех пор, пока вы не поймете, что они вообще не нужны, и опасно сидеть как раз-таки в комфорте гнить, а самая-то безопасность там, где жизнь, где кайф, где радость, где мы за порог вступили, и, блин, кайфуете, Нелли, сегодня столько ответов офигенных услышала, благодарю, пожалуйста, похер, денег нету, нечего экономить, пофиг, мне хорошо, это самое главное для меня, класс, группа, ищи изобилие внутри, чувствуй, кайфуй, так, как хорошо, что ты есть, с тобой все просто и понятно, вы себе материализовали меня, понимаете, у каждого в своем мире, вы себе материализовали меня, вы себя сейчас слушаете, вы себе это говорите, слушайте себя почаще, я не имею в виду меня, слушайте себя почаще, через других людей вокруг, вы себе говорите то, что вот не хотите с собой разговаривать, вам кричат все вокруг, чем больше вам кричат вокруг, ну, блин, посмотрите уже на себя, это вы себе кричите, ну, вот вы-то себя слушать не хотите, поэтому вы докричитесь из материальной действительности, так, блин, минутка уже осталась, все, надо выходить, Нелли, благодарю, необыкновенный вдохновлятель, меня как волной к тебе занесло, на эфир тоже очень захотелось почувствовать, изобили именно почувствовать, пробовал нейрографику кундалини, что думаешь, все пробовал, а, нейро-йогу кундалини, да, я пробовала, но очень давно, и что-то она мне не вкатила в том состоянии, сейчас в этом состоянии, меня вон на тантру Оля тащит, может быть схожу, а, кстати, у нас тантра будет в пятницу, блин, что ты меня всегда возвращаешь в себя, 500 раз говоришь в себя, иди в себя, иди, наблюдай, так, твой внутренний подъем после эфира, отзывается внутри все, о чем ты говоришь, так радостно, благодарю, получается, желание надо искать, да нет, они уже есть, они исполнены, просто наблюдайте за собой, не нужно выдумывать целей, да нет, все мои желания уже исполнены, значит, нужно изменить свои модели поведения, чтобы желания исполнялись более приятным образом, не модели поведения нужно изменить, да пофиг на это поведение, на внешнее, у вас все изменится, только когда вы начнёте себя видеть, слушать, ощущать, кайфовать от этого, радоваться, бля, я сейчас злой, как перец просто, не знаю, правда, перцы бывают злые, нет, но я такой злой, я такой, обратили на себя внимание, блин, у вас уже такая радость пошла, что вы уже просто обратили на себя внимание от злости, и у вас всё хорошо, перевернётся состояние, так, нужно на себя смотреть, а мне после эфира про сущности разорвалось, что-то на ноги упало, кастрюля ни с того, ни с сего, блин, вы просто начинаете себя возвращать, вы опять куда-то просто уходите, ну вот я уже вначале говорила, что внешними факторами ударяюсь я там, что-то на меня падает, это я просто себя возвращаю, обратить на себя внимание, видать, сущность-то вернулась и говорит, да работай меня, ты себе что-то там вернула, ну так давай полюби меня, давай, и что ты, куда ушла, то есть материальная действительность вам будет подтверждать сейчас, чтобы вы это заметили, да, это будет какая-то хрень, но эта хрень вам нужна, чтобы её заметить, всё, отключаюсь, пока.